Добрый день, дорогие рыбаки! Я вас приветствую на моем канале Катя Рыбалка. Сегодня одно из самых необычных видео на моем канале. Я нахожусь в дельте Днепра. Это самая лучшая акватория нашей страны на очень необычном турнире. Для того, чтобы вы поняли, что я не бросаю словами, я вам сейчас покажу, за что будут бороться самые лучшие экипажи нашей страны. Такие сумасшедшие красивые виды. Спортсмены уже швартуют свои судна. Вы присматривайтесь к возможному подарку? Посмотрите, ребята, это PowerBot 470. Главный приз вместе с таким кубком победителю Дельта Супер Кап. Именно такое название этого турнира. Ребят, ну вы знаете еще хотя бы какой-то такой же крутой турнир, где дарят новые лодки. Ну так и на секундочку, стоимостью 1010 долларов. Сейчас я вам покажу ее поближе. Россия в шикарном кожаном кресле новой лодки. Перед тем, как вам ее показать, у меня есть для вас хорошая новость. Организаторы этого турнира, Херсонская рыболовная федерация, дарят моим подписчикам вот такой новенький спиннинг Dive Omega Force. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе и получить шанс выиграть вот такой вот крутой, новый, абсолютно новый спиннинг Dive Omega Force, вам нужно быть подписаны на мой канал и на канал Майстры Рыболовного Спорта. А также оставить абсолютно любой комментарий к этому видео. Ну а теперь переходим к обзору главного приза турнира. Ребят, в комплекте вот с таким огромным красивым кубком кто-то через два дня получит вот такую лодку PowerBot. Она очень крутая, смотрите, она так смотрится безумно. Черный цвет, еще на фоне такого вида, краевида. Супер, кожаные сиденья, то есть то, что нужно для экипажа. Есть куча у нее отсеков, люков разных, видите? Сейчас подвинем ваш подарочек. Для удочек, естественно. Здесь, здесь, на носу есть. Посмотрите, супер. Я думаю, что найдутся те, кто скажет, зачем же людям, которые владеют такими лодками, еще одна. Хотя нет, наверное, таких не найдется. Сейчас все соберутся, уже собираются, вы видите, на церемонию официального открытия. Я буду чуть-чуть вам снимать таких официальных моментов. Буду больше стараться снимать вам экипажи, кто ведет эту борьбу. И, конечно же, на что люди ловят. Те люди, которые в итоге выигрывают вот такие лодки, ребята. Будет очень интересно. Я лично планирую полить их приманки. Хочу посмотреть, на что они ловят. Вот, особенно победители. Где ловят, так как у меня в планах на следующих соревнованиях, которые будут в конце ноября, здесь же, на дельте Днепра, выступить в команде с моим папой. В воскресенье вечером мы уже узнаем, кто же обладатель этого катера PowerBot и прицеп Вадим, который под ним, который можно увезти с собой либо в другой город, либо он останется в Херсоне. Доброе утро. Первый этап начнется буквально за считанные пару минут. Семь утра. Кто-нибудь видели такое скопление лодок? Вот команда ребят, они сейчас по рейтингу лидируют. И у Лёши, который слева, вы сейчас видите, к вам слева. Сегодня день рождения. Будет очень феерично. Сегодня день рождения себе выиграет лодку. Ти-чи-тычи. Ти-чи-тычи. Сумасшедшая утренняя красота. Мне безумно посчастливилось первому экипажу попасть на борт. Олег Коноваленко, Юрий Зелинский. Это легенды. Это скорость. Мелкая, то есть незачетная. Для начала прошу обратить внимание, как расположен подсаг. Видите, чтобы нигде ничего не путалось, максимально быстро. То есть скорость феноменальная. Рассказываю за свой легендарный экипаж. Справа от меня Юрий Зелинский. Слева от меня Олег Коноваленко. Ну, у вас, наверное, это будет наоборот смотреться. Мало того, что именно эти люди организовали этот турнир. И серию этих турниров. Самых крутых вообще в Украине, на мой взгляд. И в этой акватории так точно. Голова Херсонской Федерации. Словли спиннингом. Не спиннинг, взагали. Всех направлений. А, всех. Извините. Видите, вот только что переспросила, и все равно. Недооценила, да? Юра у нас по мормышке классный. Но, ребята, мастера спорта Украины, Многократные чемпионы. Олег Коноваленко у нас тренер сборной Украины. В общем, заслуг мерено-немерено. И не мне вам рассказывать. И в данном этапе Дельта Суперкап находятся вторые в рейтинге. То есть, одни из главных претендентов на то, чтобы выиграть лодку. Мы еще, безусловно, подробнее пообщаемся. Ну, как вы понимаете, в туре с такой скоростью. Просто не хочу ни отвлекать, и не имею права. Можете лишь только посмотреть, и получиться техники твичинга. У главного тренера Украины. Трехкратного чемпиона мира как тренера. Вот для чего нужен лучший друг и напарник. Всегда подскажет. Трехкратный чемпион мира как тренер. Это еще, по-моему, важнее. Двухкратных даже нет больше. Больше никого даже двукратного нет. Вы вообще представляете? В каком? Я сразу сказала, легендарный экипаж. Вот так вот. Туры у нас начинаются с 7 утра. В зачете хищная рыба. И, как сейчас оказалось, хоть и начало октября, видео тебе будет выходить максимально быстро. То есть завтра сегодняшняя, хоть завтра финал. И так, сваливаю, сваливаю сюда. И назад на свое место. Но ожидалось, что вода будет холоднее. А вода 22 градуса. Соответственно, упала чуть-чуть. Ну, все равно для щуки это топ очень, да, очень много. Ах, чабры, месяц 20 градусов. Вот так. Поэтому щука пока что неактивная. Не хочет. Субтитры сделал DimaTorzok Идет полностью видеофиксация всего улова. Есть специальная программа, по которой нужно отправлять рыбу фотографиями на специальной линейке. Травы еще очень много. Я обратила внимание, что у вас удилище в основном графит лидер с откроем есть, но катушки все даева. Да. А почему даева? Чего не шимана? Ди Халыша, Игорь. Диме Халышу, привет, да? Диме, привет, да. Минутка рекламы. Термосы за джируши. Я обратила внимание, что у всех, у всех, у всех термосы только за джируши. И других нет. Даже кофе пьет на лету. Ну, капец. Как я вам и говорила в прошлом моем видео, вот уже отсюда с рыбалки, что все ловят на джиголовке джиггер. Она здесь оторвала ее с покрытия лодочного. Ну, сам кудачок чуть переживел, а сжала. Ох, видите? Какое острое. Ногти попорчу. Так, есть рыба. Стой, 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 стой. Чук. Ура, с почином. Надо бы, надо бы остановиться. Но не могу, не могу. И не хочу. Ура. Так. Смотри, на цепи взять. Первая рыба самая мандрозовая. Ну, у вас настроение получше стало, ребята, признаюсь. Это заметно. Так, сейчас официальная процедура фотографирования. Это очень важно. Пол воды, Юр. Нет, со дна. Все дна. Чук. Так, смотрите, как это происходит. Есть? Фу, шо, да меня трусит. Сколько сантиметров? 51. О, есть. Все. Пускаем. Па-па. Господи. Все, давайте, ребята, дальше. Трусит, трусит. Ради этого живем. Это жизнь. Ну что, переезжаем. Все, не будем. Та-ти-ти-ти-ти. Не факт. Не факт. Где-то так 44-45. Оно. Оно? Оно. 45? Да, у нас 45. Тоже, я думаю, около зачета. На глаз есть? Зачет. Зачет. Дрыщи, конечно. Дрыщи, да. Ну, видите, мелкая щучка. Теплая вода, да? Лучше она есть, чем ежет. Конечно. Тренировка на заполтиннике все были вытяжисты. Еще хочу обратить внимание, что спортсмены у нас ловят с круткой, а не на флюр. Не боятся, что у них будет меньше поклевок. Так, ну, это все. Фигня, да, флюр? Полный. Ну, вот вам, ребята, уже как минимум не зря. Что? Не зря в лодку к вам села, знаешь. Флюр полная фигня. Знаете, мы папа тоже так говорит. Ну, куни ловим на эти поводки. Флюр, конечно, когда там мелкие, то там надо флюром баловаться. А когда крупный окуль хороший, клюет на... Нефиг делать. ...вегатор на скрутки, на крупные примушки. Есть. Смотри, а садись. Вообще идеально. Это полтишок. Слушай, у нее переломанный был хребет, смотри, вон она зажила. Это не я. Я вижу, рана старая. Вот, так это полтишок. Да, полтишок. О, вот. Только посмотрите, какое изменение погоды. Поклевка была? А! Правила камеры обычно по-другому работают. Когда включаешь, перестает ловиться. А здесь, как вы видите, я уже с другим экипажем. Дмитрий Николаенко, Алексей Товстокорий. Ребята пока что лидеры турнира. Я уже вам говорила, что сейчас проходит третий этап. По итогам двух первых этапов ребята сейчас занимают лидирующую позицию. И им нужно откровенно плохо выступить для того, чтобы не выиграть лодку. Правильно? Очень плохо выступить. Я думаю, что вы выставите хорошо. Ребята уже поймали рыбу. У них и щука, и окунь есть. Три рыбы. У Леши сегодня еще и по совместительству день рождения. Подписчики написали в комментариях сейчас поздравления. И я, как обычно, буду сейчас палить, на что вы ловите. Ну, вы можете сами рассказать, пацаны, на что ловите. Мы ловим на крупную резину, 6-7 дюймов. Алексей сейчас чуть уменьшился. Ну, для того, чтобы у нас там были разноплановые приманки. В принципе, пытаемся ловить на все. И твичить, и джиговать, и поверхностные там вертушки, какие-то блесна. То есть, сейчас стараемся подобрать, ну, найти горизонт, в котором стоит рыба. Потому что на тренировках она то со дна клевала, то клевала там в пол воды. И, ну, надо этот горизонт все-таки определить. Для этого мы используем разные типы приманок. Ого, вы такие богатые. Вы на вольфрам ловите. Ничего себе. У меня скум. А у меня тоже кум-спонсор. Потом, смотрите, тут удилище Сент-Крой. Такое, как папе подарили ему на день рождения. Да, как раз вот. Вот воблер, по-моему, это реранж, если я не ошибаюсь. Именно он. Джакаловский. Вот есть еще один реранж. Тут вот такие вот, это, по-моему, 6 дюймов Кейтек. Изишайнер. Ну, в общем, да, все приманки большие. Это, как он забыл, называется? Вот, сэримикс точно. Вот так вот. Ну, еще в летнее время рачки могут клевать. Так, с этой стороны у нас опять же реранж вот такой яркий. Удочки Сент-Крой, графит лидер. Ну, катушки уже у ребят Шимана. Даже имеется тут вот такие вот вещи. Мульт и приманка. Дюймов, наверное, 9, наверное. То есть 10, фиг его знает. Что это за такие у вас приколы здесь? Класс. Я вообще, честно, в шоке от изменения погоды. Просто жесть. Вот тут вообще мост. А, нет, вот немножко на телефоне проглядывайте, что вот мост. Он от нас недалеко совсем. Мы его очень хорошо слышим, но очень плохо видим. Вот такие же еще тут рыбки идут. Маленькие, да? Вот так с утра рыбка проклевывалась, и сейчас что-то... Прям под заказ как. Только хотела сказать, что рыба не клюет. На реренджик, да? Зачетная? Да, зачетная. Поздравляю, молодцы, пацаны. Вот так вот. Да. 49 сантиметров. Мотка рыбы взяла. Возьми, пацак. Сейчас проверим. Зачет. Зачет. Опять рыба, опять под лодкой. Ну, ты в ударе сегодня. На днюху тебе. Класс. Видите, работает арбузик. Мы встали на место, на которое, ну, на тренировке ловили. По крайней мере, были поклевки, была рыба тут. Место, скажем так, ну, не сильно популярное среди спортсменов, так как тут мало кто ловит. И вот сейчас зацепились за рыбу, взяли уже третьих. Я думаю, что мы отсюда сегодня не уедем. Жесть. А, зацепилась. Мелко. Четыре. Блин, между поклёвками просто, не знаю, сколько там. Это называется херсонский выход. Молодцы. Надо сейчас максимально быстро, правильно всё освобождать, делать, чтобы не пропускать. Да, сто процентов. Ну, день рождения у Лёхи, ну, ты видишь, на четыре щуки подряд всё-таки, ну, как бы, да? Ну, это мастерство, да. Я ещё и на днюху. Мне кажется, лучший подарок. Сто процентов. Для спортсмена. Особенно, когда катерок там маячит на горизонте. Всё, я молчу, я помню про все суеверные моменты. Да, да, да. Ну, всё отлично. Ну, вот я уже в третьем экипаже. Подкидыш. Ялтинская команда. Андрей Красовский, Олег Демитко. Ребята тоже очень известные спортсмены. Они в тройке лидеров по итогам выступают, в общем-то, неплохо. Ребят, сколько рыб поймали? Девять рыб поймали мы. Всё, это щука. Щука, правда, некрупная. Там 47, 52, 53 сантиметра. Вот так. Все ловят некрупную, пока то, что я видела, то... Есть у нас одна рыбка чуть покрупнее, 72 сантиметра. О, молодцы. Фотку сделали? Да, обязательно. О, покажете тогда. Она может не очень художественная, мы торопились. Ничего. Выполнить функцию правил. Так, я смотрю, вы твичите. Сейчас я поснимаю ваши приманки, всё это дело. Андрей, сейчас ещё два заброса и меняемся местами. Я смотрю, все любители предатора, манса, да? Ну, так как рыба спортивного размера, то поэтому приманки, в принципе, не крупные. Все, короче, спортсмены... То есть мы не ориентируемся, в принципе, на трофеи, он у нас, как правило, в прилове. Нас интересует спортивный размер рыбы, поэтому и приманки соответствующие. То есть вы бьёте больше на количество? Да, да. Потому что время не трофейное, наверное. У нас не ограничено количество хвостов, которые мы можем поймать, Поэтому мы не ориентируемся на трофеи, где нужно там в пять рыб, допустим, ложиться и дать максимальный вес. Нам нужно дать максимальную длину, а это достигается наибольшим количеством хвостов за счётной рыбы. Вытащишь. Я как подкидыш каждой лодке, должна сидеть, самое главное, никому не мешать. Очень переживаю, чтобы не мешала спортсменам. И так уже, понимаете, съёмка отвлекает. Я благодарна всем, что кому бы подала в лодке, что меня принимали хорошо. И никто не ругался, потому что все очень напряжённые, все хотят выиграть. Но это понятно, все тут ради победы. Почему у вас, я смотрю, у всех куча удочек в лодках, а у вас только две удочки и больше нет? Почему? Больше нет, нам больше не надо. Да, всё, серьёзно? Ну, мы ловим однотипными приманками, они в одной и той же развесу. Как бы, то есть, лодка небольшая, чтобы меньше места занимала, не цепляться за них. Не обращать внимания при забросе, куда что летит, как, чтобы не выбросить спиннинг, что часто бывает. То есть вы твичите и джигуете одним и тем же спиннингом? Ну, в принципе, мы так привыкли. Нас вполне устраивает. У нас ещё и древние спиннинги достаточно. Да? Да. Ну-ка, я позвольте подгляжу. Так, это Сент-Крой. Видно по цвету, что он уже выцвел. По сравнению с другими моделями. Ну, такая модель я видела у других, ребят? И катушки, честно говоря, мне тоже, кажется, у вас не самые здоровые. Этой катушке тоже уже за 10 лет, наверное. А что это за катушкой? Я даже не знаю. Сол Дайва. А, Дайва. Да. Короче, вы как мой папа. Вы любите... Ну, Андрей точно такой же комплект. Вы любите снасти проверенные, не гонитесь за новинками. Правильно? Оно работает, ловит. Что ещё надо? Да. Как счастье. Боже, какое небо потрясающее. Так, небольшая история экипажа. Ребята приезжают к нам сюда, в Херсон, своим ходом. Лодка у них живёт в Херсоне. Снасти тоже спиннинговые, так как на морскую рыбалку нужны все другие. А что вы в море ловите? У нас сама Ставрида. Ставрида, Сарган, Луфарь. Сниму ваши такие приманки. Я такого ещё вот не видела. А, это очень такая... Ну, это басовый крючок такой. Баса по кушарям ловят, по кувшинке. Проходит траву очень хорошо. К сожалению, при мне, ребята, они ничего не поймали. До меня половили хорошо. Они сейчас вторые в рейтинге, в таблице. Вот, они ещё полетели последние часы ловить дальше. Осталось буквально там, сколько у нас, час времени до финала первого тура в 3 часа дня. Всё заканчивается. А я уже лечу на берег, монтировать вам видео. Сниму ещё протоколы сюда за этот день и буду монтировать. 3 октября, друзья, а на улице просто-напросто лето. Я уже даже вон на босы ногу хожу. Сегодняшнее видео закончу результатами. Сейчас я дождусь турнирной таблицы. Как вы видите, всё, экипажи возвращаются. И будем ждать завтрашнего дня. Вот они наши результаты. Смотрите, команда Ялтовская. То, что я последняя... Вот, была последняя экипаж. Андрей с Олегом. Такие вышли на первое место. Такие поймали 11 рыб. Вот ещё 2 рыбки. Они доловили без меня. Потом на втором месте у нас группа... Команда Азарт Фишинг. Я не была в этом экипаже. Белик-белик. На третьем месте у нас ребята Дима и Лёша. Вот так вот день рождения отмечают. Ну и пошли потом дальше другие команды. Олег с Юрой на восьмом месте. На седьмом. Кильки с Хвостей восемь на седьмом месте. И вот так по другим командам. А здесь проходят прямые эфиры. Ребят, завтра продолжу вам снимать тур. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал. Мастеры рыболовного спорта Украины. Вот они там дают интервью сейчас. Вы помните, что мы сделали конкурс. Да, в принципе, я уже завтра как раз с комментариев этого видео сразу разыграю спиннинг, чтобы знать, кому он достался. Это вам. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин